Сегодня у нас в гостях Дмитрий Орешкин, ученый и специалист по географии и политических процессов, а также основатель аналитической группы «Меркатор» и автор системы мониторинга социальных и экономических процессов. Дмитрий Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Должен сказать, что группа «Меркатор» сейчас совершенно ушла в другие сферы, она занимается рекламным бизнесом, и я, чтобы не портить ей жизнь, давно-давно с ней ничего общего уже не имею. У нас просто разные в жизни интересы теперь. Но они большие, выросли уже, дай бог им здоровья. Переходим к теме как раз нашего сегодняшнего эфира. Благодаря анализу открытых данных об итогах выборов много лет убедительно демонстрировались массовые фальсификации. Для наших зрителей просто в общих чертах как это работает? На самом деле это большая заслуга демократизации, потому что в советские времена советским людям говорили, что прошло голосование и народ с результатом 99,9 поддержал блок коммунистов и беспартийных. Когда у тебя одна цифра на всю страну, тебе с ней нечего делать. Ты ее принимаешь или ее отрицаешь. Понятно, что, конечно, никогда не было 99,9. Нам эти сказки рассказывали в Советском Союзе, и мы их принимали, ну, как погоду. Ну, идет дождь, ты же ничего не сможешь с этим дождем сделать. А когда начались в 93 году публикации по регионам, абсолютно не касаясь качества региональных цифр, мы не знали и до сих пор не знаем, насколько они отражают волеизъявления людей, и насколько в эту цифру вмешалась местная власть, чтобы ее подкорректировать. Но цифры сами по себе оказались разные. И стало понятно, что в разных регионах голосуют по-разному. И мне, как географу, это было удивительно интересно. Сначала, конечно, всех удивило 93 год. Вообще география была полузапретная наука, особенно социальная география, потому что она открывает массу неприятных вещей для советской модели жизни. Ну, например, мы же все шли сплоченным строем вперед, а если ты занимаешься географией национального дохода, то выясняется, что по регионам разница дикая. А электоральная география не могла быть в принципе, потому что была одна цифра на всю страну. А тут вдруг она появилась. И сразу появились первый интерес. Почему в разных регионах голосуют по-разному за разные ценности? В Магадане, где практически в каждой семье находился или потомок ссыльного, или сам ссыльный, или кого-то расстреляли, в Магадане вряд ли будут бурно и с восторгом голосовать за коммунистическую партию. Это объяснимо. А вот почему, скажем, к югу от Москвы Курск, Орел, Брянск, Пенза, Воронеж поддерживали коммунистов? Это был серьезный вопрос для интерпретации. А к северу от Москвы, Тверская, Вологодская области, Ярославская область, не черноземная зона, за коммунистов голосовали меньше. Это был первый вопрос, по вашему вопросу, отношения прямого не имеющего. Но одновременно выяснилось, что есть разница не только в результатах голосования, где больше за старую власть коммунистическую, где больше за новую демократическую. Выяснилось, что это связано с уровнем урбанизации, с социокультурными условиями быта населения. Это мы пока отодвинем в сторону. Но одновременно выявилось очевидное региональное различие в манере голосования. Особенно это проявилось в 1995 году, когда впервые начали публиковать данные по территориальным избирательным комиссиям. Это так называемый ТИК. В 1995 году впервые были опубликованы данные в разрезах ТИКов, которых 2750 тогда было. Очень дробная, невероятно дробная картинка страны. И выяснилось, что есть ТИКи, где фиксируется очень высокая явка, выше 90%. Очень высокая сплоченность, свыше 90% проголосовали за одну партию. Где очень невысокая доля недействительных бюллетеней. Обычно в нормальной человеческой жизни это бывает так. Бабушка пришла, хочет проголосовать за коммунистов. Находит первую строчку, где написана коммунистическая партия и ставит галочку. А потом видит, что, оказывается, еще есть другая. Она вспоминает, что одна-то партия – это коммунисты за СССР, условно так называется. А вторая партия – КПРФ и любимый Геннадий Андреевич Зюганов. И она первую галочку зачеркивает и ставит вторую галочку. Если же у вас, ТИКи, например, 10 тысяч избирателей или 30 тысяч избирателей, и ни один из них не испортил бюллетение, то становится понятно, что это голосование и люди. Потому что людям свойств наши у вас. Осталось понятно, что это просто специально обученные люди ставят галочку «где надо». И, конечно, это признак фальсификата. Выяснили ТИКи, вот эти территориальные избирательные комиссии, в которых по всем пяти параметрам вот эти особенности голосования отскакивают от средних по стране. Удивительно высокая явка, где удивительно высокая монолитность голосования за одного человека, а все остальные забыты. Где очень мало или, наоборот, очень много недействительных бюллетеней. И где то же самое можно сказать про голосование против всех. Была такая графа. И вот мы посчитали, модель выдала чисто формально 60 вот таких вот ТИКов. Сильный отскок от средних голосований по стране. При этом неважно за кого. Мы эту тему вообще не рассматривали. Неважно за кого голосовали. За коммунистов, за демократов, за Ельцина, за Зюганова. Неважно. Важно показатели явки, показатели недействительных, показатели монолитности голосования. Или за Зюганова, или за Ельцина и так далее. Получили 60 таких вот странных ТИКов. 24 оказались на территории Татарстана. И 25 на территории Башкортостана. Остальные были рассеяны по некоторым другим республикам. Ну и тут стало понятно, что этот показатель что-то значит в географическом смысле. И тогда пришлось выделить такое политически корректное понятие, как зоны особой электоральной культуры. Это 95-й год. Потом, по мере того, как стали появляться данные в электронном виде по всем участкам голосования, а у нас в стране 95 тысяч, вполне можно было вычислить участки, где систематически вот такие странности проявляются. И оказалось, во-первых, что все эти участки тяготеют к определенному небольшому набору территорий. Как правило, к республикам, но не только. Орловская область и Кемеровская область тоже отличались этим. И второе, что стало понятно, это не аксакалы. Это элементарная фальсификация переписывания протоколов после голосования. К концу 90-х, к началу нулевых, стало понятно, что это голосуют не люди, а голосуют местные начальники. Сообщали, например, из Чечни, что получают определенный тик, пачку бюллетеней, все как обычно, с огромным количеством степеней защиты, 5 или 6, там голограмма наклеена, чтобы не подделали ничего. Перевязывают эту пачку веревочкой, кладут в сейф. А берут один бюллетень, на нем, от него раскатывают ксерокс. Избирателям выдают не вот эти официально полученные бюллетени, а их ксерокопии. Чеченцы такие же люди, как все остальные. Просто у них система власти кадыровская уже тогда, к началу нулевых, сильно отличалась. Не демонстрировали какие-то невероятные явки. Приходят, голосуют, кто-то за тех, кто-то за этих. После этого эта местная комиссия все эти ксерокопированные бюллетени выбрасывает, достает из сейфа пачку перевязанных веревочкой настоящих бюллетеней и ставит там галочки, там, где им надо. И получается явка 98%. Ну или, например, там члены Совета права человека в том же Чечне наблюдали, сколько людей на самом деле приходит на избирательные участки. Ну, приходит 35%, максимум 40%. По телевизору показывают очереди к избирательным участкам, но это два специальных там участка в центре, куда собирают там студентов, бюджетников, заставляют идти. Они стоят, демонстрируют массивное участие в выборах. А на самом деле люди, как люди, особенного восторга голосования за Путина или за Единую Россию у них не вызывало. Они сидели на лавочке и считали для себя, сколько человек вошло и вышло в этот избирательный участок. И получали вполне нормальные человеческие результаты, около 40% явки. А потом по этому участку нам говорили, что да, явка 99%. И тогда я ввел такое понятие, как электоральный султанат. Сколько султану надо, столько и нарисуй. Когда у тебя все под контролем, когда никто не смеет пискнуть кто-то в ответ, нарисовать можно цифру любую. Могут голосовать регионы и за коммунистов, и против коммунистов, в зависимости от интересов местных властей. Например, воинские части или дом престарелых, или больница, где главный врач в 9 утра подписал эти протоколы, а пациентам совершенно не важно, как там за них кто проголосовал. Или матросская тишина, где содержатся люди, которые лишены свободы, но еще не лишены гражданских прав. Вот они все голосуют почему-то так, как надо начальнику тюрьмы. Количество этих электоральных султанатов со временем растет. Эта коррупция избирательной системы, она увеличивалась от цикла к циклу, начиная с прихода Владимира Евгеньевича Чурова в Центральную избирательную комиссию. Элла Александровна Памфилова была призвана очистить эту избирательную комиссию от чуровской грязи. Но потом поняла, что тогда она не получит правильных результатов. Я так понимаю, что это человеческая трагедия для нее, но, как и все люди в такой системе, она вынуждена подстраиваться и вынуждена сама себя убеждать, что она это действует, что она это делает ради патриотизма, ради укрепления монолитности, сплоченности, отпора Западу и любви к Владимиру Владимировичу Путину. Динамика такова, что доля фальсификата увеличивается от выборов к выборам. Без этого фальсификата власть уже существовать не может, потому что на самом деле у Путина довольно высокая поддержка электоральная. Если убрать вот это электоральное фальсификационное наслоение, он получает около 50+. Скорее всего, победил бы и при честном по счете голосов. Ему же надо 60-70%, и вот эти 15 примерно процентов ему дает фальсификат. Мы говорим про выборы прошлого, может быть, про выборы будущего поговорим. Ну давайте, но я не вижу... Можно ли вообще называть это выборами будущего? Я это уже называю электоральные процедуры. Выборы, они должны быть равные, прозрачные и честные. У нас они уже не могут быть равными, потому что, там, скажем, один сидит в тюрьме, я имею в виду Навального, другой убит, я имею в виду Немцова, третий изгнан, я имею в виду Ходорковского, не захотят, не зарегистрируют. А если и зарегистрируют, не допустят средствам массовой информации. Они непрозрачные. Ну и, конечно, тотальный фальсификат. Не тотальный, но массовый. Потому что есть честные... В Москве, например, есть куча честных избирательных участков, где традиционно не жульничают при подсчете. Там не надо жульничать. Потому что нажульничать можно в Котловке или в Перово. Где-нибудь то, что называется внутригородская периферия. Скажите, пожалуйста, вот к выборам мэра Москвы Сергея Собянина в сентябре, 10 сентября будут выборы. В Москве сокращают количество участков. То есть теперь их будет всего две тысячи. То есть это такое уплотнение, объединение. Как вы думаете, это сокращение вот тех независимых участков и независимых избирательных комиссий, о которых вот вы говорите? Или это просто такая идея сэкономить копеечку в бюджете, который и так трещит по швам? Нет, нет, нет. Конечно, нет. Никогда в выборах ничего просто так, чтобы сэкономить копеечку, не происходит. Это так называемая практика джерримендеринга. Это 200 лет назад в Соединенных Штатах обнаружили, что если правильно нарезать территории... Потому что территории отличаются тем, что они симпатизируют разным политикам. И это хорошо известно. Если вы посмотрите на карту голосования Москвы, скажем, 2013 года, то вы увидите, что за Навального голосовали главным образом центр, главным образом юго-запад и главным образом северо-запад. А минимум за Навального и максимум, соответственно, за действующую власть. Это, ну, например, там Бирюлево-запад. Так вот, удачно сдвинув границы избирательных контуров, специалист, который занимается этой темой, всегда может сделать так, чтобы взять и разделить центр, где у Собянина меньшая популярность. Если вы центр возьмете, разделите на, скажем, 10 кусков и каждый кусок пришьете к периферии. Так, чтобы он составлял, условно говоря, там 20% от всего списка избирателей вот этого нового района. А 80% будут представлять это территорией внутренней периферии. Понятно? Тогда этот регион будет давать суммарный результат, такой, какой нужно Москве. Тут и к бабке ходить не надо. Понятно, что это никакая не экономия бюджетных денег. Ну, естественно, про это нам с вами расскажут. А подготовка к тому, чтобы можно было успешнее и правильнее считать голоса. Географическая перекройка вот этих границ избирательных участков, конечно, в интересах действующей власти. 2023 год. Путин, Россия с диктатурой, тоталитаризмом. Это конец вообще контроля за выборами, конец аналитики фальсификаций, о которой вы только что говорили. Это конец российской государственности, потому что государство – это все-таки система институций. А Путин все это уничтожил, упростил, замкнул на себя. Он из государства сделал вождество. Путин формирует институцию. Потом Путин ее же и нарушает, если ему это важно. Его воля важнее, чем прописанные в законах правила. Соответственно, и выборы, как одна из важнейших институций. Ну, уничтожены или, скажем так, сведены к ничтожеству. Такие институты, как парламентаризм, дискредитирован суд, уничтожена свободная пресса. Ну и, соответственно, выборы тоже делают с таким советским ритуалом, который как бы называется всенародное голосование, а на самом деле к действительности уже отношений не имеют. Если прямо называть вещи своими именами, государственность российская закончилась и перешла к стадии средневекового вождества, где вождь и законодательная власть, он определяет правила игры, и их же и нарушает, если ему это неудобно. И исполнительная власть, где он карает, и идеологическая власть, он нам рассказывает про смысл существования России, про то, что кругом враги. И военная власть, он верховная главная команда, еще любая другая власть. Ну, собственно, Володин так и сформулировал. Есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. Можно ритуально ходить на эти процедуры, а можно даже их использовать к тому, чтобы нанести некоторый не очень большой, но все-таки ущерб действующей системе. Пойти проголосовать против, пойти испортить бюллетень. Тоже важный разговор. Но если у нас 95 тысяч избирательных участков, а на каждом участке как минимум 10 человек работают, так правило, школьные учителя, то это значит миллион человек. Миллион человек заняты подсчетом голосов. И люди это принимают, потому что не хотят ссориться с властью. Вот эти самые тетеньки из школы, наши учительницы, неплохие женщины, заучи. Но они понимают, что надо. Партия Родина велела. И если мы неправильно подсчитаем голоса, не так, как надо, нашему директору будет плохо. Нашей школе снимут финансирование. И вот они подписывают эти бюллетени и друг друга поддерживают похлопывая по плечу. А потом приходят домой, на кухню ругают эту власть, не очень хорошо сознавая, что они сами же ее формируют. Так что Путин уничтожает не только государственность российскую, он еще и уничтожает человеческое самоуважение. Потому что, в общем, если какая-нибудь учительница станет и скажет, вы знаете, я член избирательной комиссии, не буду я подписывать эту вашу фальсификашку. Если она живет в Петербурге и в Москве, это можно себе представить. Ее выгонят из школы, она пойдет работать в уборчицей в поликлинику. А вот если ты живешь в Татарстане, особенно в провинции, или в Чечне, то там это физически опасно. Или выпишут волчий билет, и никакой нигде работы ты не найдешь, и вообще зимой тебя угля не перевезут. И не только тебе, но и всему твоему селу, чтобы оно потом тебе высказало, твое село, что оно думает про твою правозащитную деятельность. Или, если в Чечне, могут просто убить. Движение в защиту избранного губернатора Фургала. Вообще его такая победа над административным кандидатом. Это как? Это случайность или это какое-то естественное развитие событий? Или это география, о которой вы так много говорили? И почему пример для сравнения условный Никита Белых такого внимания, такой поддержки не получил? И есть ли такой же потенциал условных, повторяюсь, условно протестных других губернаторов в других областях? Здесь масса факторов, но главный, с моей точки зрения, территориальной. Хабаровск – это зона свободного голосования. Вот никогда не было никакого соблазна Хабаровск зачислить в число тех самых электоральных султанатов. Это не значит, что там голосование идеальное. Нет, там обязательно есть примеры фальсификата на каких-то конкретных участках, но они в статистическом смысле гораздо менее значимы, чем, скажем, в Чечне или в Кемеровской области. Короче говоря, идеального голосования не бывает нигде. Но бывает голосование на 90% фальсифицированное, а бывает на полтора или на три или на пять. Так вот, Хабаровск – это там, где фальсификата мало. Поэтому там победил Фургал, которого Кремль не согласовывал. Проблемы в этом для власти нет, потому что его потом можно будет удушить экономическими санкциями, обрезать ему финансирование. Это не проблема. И с Фургалом было бы сделано именно так. Но здесь объединился, значит, региональный патриотизм, гордость тем, что мы сами его избрали. Харизматичность лидера. Фургал сильный лидер. Край-то сам по себе весьма организированный. Такой традиционный дальневосточный стиль поведения. Это примерно как дикий запад в Соединенных Штатах. Люди немножко другого закласса. Они, их родители или потомки комсомольцев, которые туда приехали, то есть довольно лихих людей, или зэков, которые туда были сосланы, или не обязательно зэков, а, например, там потомки кулаков. То есть это люди немножко другие, чем в центре. У них свой региональный патриотизм. Сравнивая с Никитой Белых, ситуация по некоторым параметрам диаметрально противоположная. Никита чужак. Фургал свой. Территория, на которую поставили Никиту Белых, не отличалась каким-то особым региональным патриотизмом. Поэтому, когда его сняли, ну, Москва его прислала, Москва его сняла. А Фургал, он был свой, и он смог, поскольку яркий. Никита тоже, ведь он не самый харизматичный лидер, так это назовем. А Фургал, да, харизматичный. Он понятней. Он понятней, он ближе был к своим избирателям, с легким оттенком бандитизма такого вот, характерного как раз для Дальнего Востока. Был смелый. Он проводил популистскую политику, но близкую и понятную. Он, значит, действительно там всерьез боролся с бюрократией. В общем, он был популярен, в отличие от Никиты Белых, который был, ну, так себе, не хуже, не лучше других. Тем не менее, мы же видим, как туда поставили нового наместника. Немножко побульков. Хабаровский край губернатора проглотил, потому что против лома нет приема. Это успех Путина, успех вертикали. И это признак умирания России, потому что вот эта вот региональная ее специфика, она стирается, уничтожается. Вся Россия строится под путинский шаблон. А в его представлении идеально России построена по военному шаблону. Есть один военачальник, который раздает приказы, а на местах их выполняют. Должно сказать, что многим людям, особенно служившим в армии или профессионально в ней работающим, эта идея очень нравится. Скажите, а каким будет то, что совсем, наверное, невозможно называть выборами, голосование по кандидату на пост президента 2024 года? Осталось ведь совсем немного. Стоит ли вообще ждать каких-то неожиданностей? Для чего вообще нужна власти сегодня вся эта имитация с демократией и выборами 2024 года? Или, может быть, выборов вообще и не будет? Выборы будут, потому что они Путину уже никакой опасности и конкурентности не представляют. Они становятся советской имитационной такой процедурой, ритуалом. В любом рыбобытном племени вождь раз в год должен осуществлять какой-то там ритуал встречи или два раза в год. Весны, посевного сезона или так далее. Если не будет выборов, это будет означать, что что-то в стране поменялось, а Путин этого признать не может. Поэтому выборы будут. Они будут называться выборами. По сути дела, это уже процедура примерно таких же выборов, как там в Таркменистане или в Узбекистане. Есть они, нет, уже разницы никакой, потому что заранее понятно, кто там победит. Чем примитивнее социокультурная среда, тем более высокую роль в ней играют вот эти вот ритуальные процедуры, традиционные процедуры, которые имитационные процедуры. Выборы обязательно должны состояться и на них обязательно должен победить Владимир Путин. С результатом не менее 75%, чтобы можно было говорить, что общенародная поддержка. Фишка заключается в том, что после 30 лет пребывания во власти или там после 20, у людей действительно съезжает крыша и они уже теряют способность различать, что за цифрами стоит. Функционально для Путина выборы и их результаты означают, что страна под контролем. Ему не важно, как эти цифры принесли. Вот это надо понимать. Ему важно, что эти цифры появились. Это значит, региональные элиты лояльны. Если Чечня показывает 90% за явки в 95%, это значит, товарищ Кадыров контролирует ситуацию на уверенной ему территории и рисует те результаты, какие ему надо. Не важно, что это на самом деле не имеет никакого отношения к настроениям избирателей. Важно, что Кадыров Чечню контролирует. Для кремлевской власти выборы, вот этот тест, какой губернатор, насколько удачно контролирует территорию. Поэтому Собянину в Москве нужно показать прогресс по сравнению с предыдущим выбором. Нарисовать победную цифру. В Москве нарисовать труднее, поэтому он перекраивает контуры избирательных участков. Здесь все понятно. Поэтому выборы обязательно состоятся. На выборах обязательно победит Владимир Путин. Электоральные султанаты – это неубиенный ресурс, который всегда ему принесет во рту 15 миллионов голосов. Четверть наших уважаемых избирателей – это турбопатриоты, которые будут голосовать за Путина в любую погоду и при любых условиях. Примерно четверть или 20% – это те, к кому Путин не нравится, но они, скорее всего, на выборы не пойдут. И остается по четверти с двух концов спектра, остается 50% так называемого шлейфового электората, который присоединяется к тому, кто выглядит сильным. Вот если Путин выглядит сильным, то шлейфовый электорат присоединяется к нему. И именно поэтому важно показывать, что Путин пользуется поддержкой 75%. Чтобы эти 75% изобразить, введена схема электронного голосования, которую вообще в принципе никак нельзя проконтролировать. Там можно сколько угодно спорить насчет московской схемы, обвинять Венедиктова и так далее, но та схема, которая принята для всей России сейчас, она даже не московская, она значительно худая. То есть там проконтролировать, что они изобразят у себя на компьютерах, вообще невозможно. Это возврат к советскому прошлому. В результате мы получим 75-80% за Путина. Это будет для Путина важно, потому что это означает, что страна подконтролена, как советская страна была подконтролена. С другой стороны, это будет означать, что он совершенно оторвался от реальности, потому что он же не понимает, где нарисованные цифры, где ненарисованные цифры. И вот это признак уже такого административного сумасшествия, потому что он всерьез начинает верить, что за него голосуют. Он всерьез начинает верить, что он такой вот популярный, любимый и так далее. Как Леонид Ильич Брежнев верил, как сейчас Лукашенко верит в то, что белорусы его поддерживает. Любой человек, даже самый умный, если ему 20 лет подряд с утра докладывают, какой он гениальный и как все в восторге от его нового, очередного правильного решения, начинает раньше или позже в это верить. Вот с Путиным совершенно очевидно происходит то же самое, и поэтому он становится в политическом смысле словом неадекватным. Не в физиологическом, не в медицинском смысле, а в политологическом. Он просто уже не понимает ту реальность, в которой пребывает. Он живет в такой вот вымышленной реальности. Но и весь народ тоже при нем живет. Люди же всерьез думают, что мы едины, а вокруг враги, и только Владимир Владимирович нас может защитить. Вот это очень интересная и очень печальная тенденция. Я думал, что Россию-матушку этот морок минует. Никто не вечен, как говорится, и в социальных сетях, да и по российскому телевидению периодически обсуждают возможных преемников. И как вы считаете, есть ли шанс у условного Пригожина, сына Патрушева или Кадырова? В таких структурах, которые построил Путин, преемниками становятся люди, про которых никто не думал. Если тебя подозревают в том, что у тебя есть потенциал для преемничества, тебя первому отрывают голову. Навальный имеет потенциал? Безусловно, имеет. Он талантливый политик, и вот в 13-м году в Москве ожидалось, что он максимум наберет 15%, а он набрал почти 30%. Если брать честный подсчет голосов, то 28,5% у него было. Это очень много. Если бы дать ему возможность раскрутиться, он бы, конечно, мог составить Путина конкуренцию. Он сидит в тюрьме. А все эти разговоры про Патрушева, про Пригожина, ну какой Пригожин Путину конкурент или преемник? Уголовник. Его глубоко и искренне презирают чекисты, его глубоко и искренне презирают армейцы. Поскольку он все время с этой гопнической манерой напрыгивает на Шойгу, на Ярасимова и так далее, конечно, у него есть очень влиятельные враги, которые, как только Путин от него отвернется, это временное событие. То же самое Кадыров. Но не будет никогда Кадыров руководителем такой страны, потому что ФСБшники его тоже недолюбливают. И армейцы его недолюбливают. И прекрасно понимая это, Кадыров... Путин, кстати говоря, потому и держит чеченский полк, что понимает, что у этих людей нет политического будущего без него. Это вот характерно как раз для средневековых султанатов. Если вдруг какой-нибудь там военный затеет переворот, то Кадыровцы, прекрасно понимая, что если переворот удается, то им будет кирдык, будут защищать Путина. Ну или, по крайней мере, защитят ему дорогу до аэропорта. Рассчитывать на то, что они возьмут власть, совершенно никаких оснований нет. Но мне кажется, это вообще тема абсолютно сейчас неактуальна, потому что медицина современная достаточно высока. Так что я думаю, что здоровья Путина еще лет на несколько хватит. А пока он здоров, он никому ничего, ни за что не уступит. Он прекрасно понимает, что как только он теряет власть, он терпяет все. Как, кстати, Лукашенко. Поэтому будет править до белых тапочек, все решительнее, заводя Россию в тупик, потому что процесс уже не обратим. А что дальше будет, это уже, на мой взгляд, ничего хорошего не будет, потому что или будут, в любом случае, судьбу страны будут решать вояки. Как они там сами с собой договорятся, это уже вопрос сложный. Точно эта судьба будет решаться не по Конституции и не на свободных выборах, потому что их у нас не существует. И не с помощью парламентаризма, потому что у нас его не существует. У нас сейчас существует закон силы, так организовал Путин. Сила в руках военных. Поэтому они друг с другом будут разбираться. Условно говоря, блок Кадырова-Золотова против блока Шойгу-Герасимова или против блока Бортникова-Патрушева, еще как-то. В любом случае, решать судьбу России будет человек с ружьем. И разбираться они будут по своим понятиям, не с помощью выборов. Кто-то во внутренней миграции, кто-то продолжает свою работу даже в качестве депутатов. Вот там и Псков, и Москва. Скажите, что всех ждет в свете вот этих вот массовых уголовных дел? Есть уже и региональные, и местные депутаты, которых признали иностранными агентами. Много, конечно, вынуждено уже уехало. Некоторые объявлены вообще в России в розыск. Несколько уже в тюрьме на 7-8 лет за свою открытую антивоенную позицию? Что ждет вот оставшихся оппозиционеров, которые еще здесь и которые еще продолжают свою депутатскую деятельность? Их судьба решающим образом зависит от того, насколько провально будет политика Путина, прежде всего, на Украинском фронте. Чем хуже идут реальные дела, тем звонче должна быть пропаганда, тем истеричнее должен быть поиск врагов. И, соответственно, тем хуже перспективы у тех людей, которые записаны в анналы иностранных агентов или еще чего-то. Логика эта очень простая. Народ любит вождя, потому что народу объясняет, что вождь их защищает, ведет к светлому будущему, и какая-то часть народа этому верит. Элиты, как правило, поумнее больше части народа, поэтому они понимают, что происходит нечто страшное. Первое, что делает вождь, это уничтожает опасных для него людей в элитах. И Путин это уже сделал. Во времена Ельцина были люди самых разных политических окрасов, которые прекрасно существовали. Будь то Зюганов, будь то Явлинский, будь то Лебедь, будь то Жириновский. Никто из них не сидел в тюрьме, и никого из них сажать не собирались. Они участвовали в выборах. Они набирали, иной раз, сенсационные цифры. 23% Жириновский получил в 93-м году. А Зюганов, возглавляющий главную оппозиционную партию, получил большинство в Думе 95-го. Сейчас этого нет. Вот что с Россией что-то случилось? Что у нее народ какой-то поменялся за это время? Да нет, просто в власти пришел человек, который боится политических конкурентов, и их уничтожает. Первая часть пути Путин уже прошел. Вторая часть пути, когда будет становиться все более очевидным, что ситуация идет не туда, куда он обещал, а это очевидно всем, кто еще не закрыл очи. Действительность открывает даже плотно закрытые очи. Мы догнали там Португалию по ВВП на душу, что обещал Путин? Нет. Ну удвоили ВВП? Нет. ВВП у нас сокращается. Мы вошли в пятерку развитых экономик, что обещал Путин? Нет. Мы создали 25 миллионов квалифицированных рабочих мест, что обещал Путин? Нет. Забудьте это. Нам надо сплотиться вокруг Путина, потому что он нас защищает от агрессии НАТО, от агрессии там Литвы, Латвии, Эстонии, Украины. Для того, чтобы вот в эту шнягу поверить, нужно обеспечить тотальный контроль на средствах массовой информации и параллельно находить тех, кто виноват в том, что дела идут плохо. В советские времена почему есть нечего было? Потому что враги на картофельных полях колхозов рассеивают там колорадского жука. Или потому что они отравили там скот. Не купая экономическая политика коммунистов к этому привела, а враги, которых надо найти, покарать. Значит, их находят, карают. Народ с чувством удовлетворения расходится по домам. Жить лучше от этого не становится. Понятно, да? Значит, через какое-то время надо искать следующих врагов. Так вот, чем хуже будут дела идти у Путина, тем чаще ему придется кого-то развенчивать, называть иностранным агентом для начала. А потом и сажать, потому что все больше людей понимают, что дела-то хреновые. И тут им надо объяснить, что не получилось, потому что кто-то продался. Пятая колонна, нанесли удар в спину. Вот эта концепция удара в спину, она необходимая модель, необходимая деталь вот этой самой действующей модели. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, ничего хорошего. Если Путин будет укрепляться, он будет увереннее в том, что можно безнаказанно вот этих людей посадить. Если Путин будет проигрывать, он будет их искать и карать, выжигая измену, крамолу. И те, кто при нем кормятся, истинные хозяева страны, которые ее приватизировали под разговоры о борьбе с олигархией, вот они будут оборонять свои доходы и свои преимущества до последнего. Соответственно, будут уничтожать своих потенциальных конкурентов. Речь идет о монополии. Речь идет о монополии на власть и, соответственно, огромную собственность. Самой богатой страны в мире, которая живет очень бедно. В любом случае, ничего хорошего для России в целом и для мыслящих людей внутри России я в ближайшем перспективе не наблюдаю. Извините за пессимизм. Участвовать в выборах невозможно. Возможно. Почему? Политично. Если ты оппозиционный кандидат, то невозможно. Вы имеете в виду пассивное участие? Создать какую-то политическую партию оппозиционную невозможно. Провести какой-нибудь митинг против чего-нибудь невозможно. Какие вы видите формы политической борьбы, может быть, протеста, отстаивания своих позиций, интересов для людей, которые остаются и находятся в России? Что им делать? Во-первых, возможно, я слишком пессимистичен. Просто я человек с советским опытом. У вас этого опыта нет. И, может быть, это к счастью, потому что вы, может быть, более наивный, а, может быть, более смелый. Так что, что делать? Значит, я думаю, что, понимаете, как такие модели, они очень удачно подавляют социальное сопротивление, но они не в силах подавить материальное сопротивление. В оппозицию к таким режимам, поскольку она запрещена на уровне социальном, в оппозицию становится материальная действительность. Ну, в Советском Союзе это было в том, что коровы, например, отказывались доиться в знак протеста. Но их не кормят. Им можно рассказывать на политинформации о том, что впрыгом враги, но молока от этого не прибавится, потому что корова тупая. Ее надо кормить. Кормить нечем. Соответственно, падают удови. Курицы не несутся. Земля не родит картофеля или хлеба. Но это советское, совсем варкостное. У Путина все-таки так не будет, потому что у него частная экономика. То есть каждый хозяин частного бизнеса маленького будет стараться его сохранить. Но все-таки я думаю, что главная для Путина угроза – это нормальное рациональное поведение людей. Сохранить семью, спрятать сына, отца, брата. Вывезти из страны или спрятать где-нибудь деньги, чтобы они не были конфискованы и не превратились в труху. Перевести эти деньги в валюту. В зависимости от личного темперамента кто-то уезжает – это рациональное решение. Кто-то остается и продолжает бороться. Это тоже рациональное решение, а просто на другом уровне. Вы делаете то, что можете делать, и поэтому вам низкий поклон. Вы используете информационные технологии для того, чтобы высказать свою точку зрения. Я думаю, что раньше или позже YouTube в России заткнут. Значит, что тогда делать вам? Не знаю. Важная задача – выжить, сохранить себя, своих детей, вопреки всему. Даже советскую абсолютно бредовую модель наши люди смогли пережить. Поэтому мое дело не давать вам советы. Мое дело признать, что сейчас идет ситуация реванша, советского реванша, вертикального реванша. С моей точки зрения, это был неизбежен. И появление такого Путина, условного Путина, было неизбежным. Потому что никогда сразу демократия не устанавливается. Всегда бывают циклы туда-обратно. Поскольку Путин не вечен, то да, что-то будет впереди. Скорее, плохое, чем хорошее. Но после этого все равно придется делать что-то другое. Задание для вашего поколения – прежде всего выжить. Сохранить себя. И сохранить чувство собственного достоинства. Это довольно трудно сочетаемая задача. Но другого варианта не остается. Так что действуйте на свое осмотрение. Но главное – берегите себя. Будьте здоровы. Дмитрий Борисович, спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли в эфир. Мы очень рады. И надеюсь, это не последняя наша встреча. Все, спасибо большое. Хорошо, ладно. Счастливо. Удачи вам.